Весенняя оттепель – это не только плюсовая температура, яркое солнце и хорошее настроение. Это еще и мусор, который появляется повсеместно, в каждом дворе, на каждой улице. И с тем, насколько быстро тает оставшийся снег, настолько быстро улицы города оголяются прошлогодним мусором. Только вот городские службы не торопятся наводить порядок. Об этом свидетельствуют и многочисленные обращения в нашу редакцию. Например, железнодорожный район – улица Малая. Здесь уже на протяжении месяца на обочине дороги лежит труп собаки. Но убирать его никто не собирается. Вы хоть раз видели, чтобы здесь городские службы порядок наводили? Ни разу не видел. А живете давно здесь? Конечно, 40 лет. Сколько хожу, ни разу не видел. Вообще заброшенный район вот этот, малая. Заброшенный. Никому ничего не надо. Года полтора, когда я здесь живу, и здесь постоянно вот такая грязь. Здесь просто невозможно ходить на помойках. Это постоянные собаки. Ну, сами понимаете, что это никакого убора нету, ни прибора. То есть собаки все растаскивают. Здесь гуляют дети, здесь жилое население. Очень много ребятишек здесь. Представляете, что они ходят по трупам собак? Это тоже ненормально, я считаю. Вот у меня внуча пойдет на улицу, там лежит собака дохлая. Большинство прохожих стараются не опускать глаза вниз, чтобы не видеть весь этот ужас под ногами. Но им приходится это делать, чтобы нечаянно не наступить на труп собаки или не вляпаться в грязь. Отсутствие тротуаров тоже проблема многолетняя. И местным проще за несколько десятков лет протоптать стихийные дорожки, чем дождаться нормальных человеческих тротуаров. Здесь постоянно вот такая грязь. Трава высокая, никто не скашивает. Здесь дом ребенка и детский сад. Очень много машин подъезжает и неблагоустроено здесь все. Здесь ни тротуара нет, ничего. Вот там только тропинка, можно пройти около домов. Люди, живущие в этом районе, уборочную технику видят только в телеграм-канале городской администрации. И это при том, что рядом расположены детский сад, дом ребенка, школа. И по этому маршруту, где нет тротуаров, кругом сплошная грязь и трупы собак, ходят дети. Здесь маршрут как раз в школу 50-ю, как раз они идут, там дальше вообще тоже ужасное состояние дорог. Хоть сделали для машин, как у нас делают дороги, а для пешеходов тротуары не нужны. И я ни разу не видела, чтобы работали какие-то службы по уборке улиц. Снег тает, все наружу, весь мусор, вся грязь наружу. Сколько живу тут, уже около 30 лет здесь живу и ничего не меняется. Все так и остается. Тысяча дворов, комфортная городская среда, чистый воздух, безопасные и качественные автодороги. Все эти проекты носят красивые звучные названия, и люди о них слышат. Только вот не все видят результаты от реализации этих проектов. Жители подобных районов города вынуждены ходить по грязи, а их дети по проезжей части. Это говорит о том, что хозяева города убирают только там, где видно середину, а все остальное как-нибудь само собой уберется. Но это так не работает. Если уж городская власть на протяжении нескольких лет громко кричит о ликвидации свалок, о борьбе с бродячими собаками, то сейчас криков и заявлений уже недостаточно. Здесь нужна твердая рука управленца, иначе четинцы так и будут каждую весну встречать грязи, зная, что где-то там есть замечательные социальные программы и проекты по улучшению нашей с вами жизни. Только вот власть их не реализует. Виктор Соловьев, Евгений Погорелый, ЗАПТВ.